Итак, всем снова здорово, с вами Фрикстер, и сегодня я продолжу играть в игру Darkest Dungeon или же Темнейшее Подземелье. И сегодня мы все-таки попытаемся добить одного из боссов второго уровня, оранжевого уровня, и я подобрал для 12-фунтовой пушки вот такую команду. В общем, кстати, вкачал я нашу могильную воровку в дальние атаки, и только в дальние, в милишные не буду, потому что, скорее всего, я не буду доставать до нужных мне врагов, поэтому качал только дальние. Также нашего разбойника вкачал так, как обычно, но единственное, что не прицельный выстрел, я поменял на пистолетный выстрел, потому что нужно будет парнишку с фитилем убивать, и этот скилл не пригодится. Кстати, его нужно вкачать еще на единичку. Ну, в висталочке все так же самое. Кстати, по тренинге там можете видеть, что у разбойника урон, у могильной воровки урон дальний. Вот, мушкетную пулю ей положил. Ну, а наш прокаженный, как бы, все на меткость, конечно же, по максимуму меткости урона у него достаточно. И вкачал я ему такие скиллы. Пока мы будем идти к боссу, я буду пользоваться обрядом, который восстанавливает хп и снимает стресс. Но, как только мы зайдем к боссу, я поменяю на месть, на вот эту способность, и буду бафну уже, и буду наносить увеличенный урон. Вот, как-то так. Так, нужно еще, кстати, посмотреть по вот этим скиллам. Блин, мне тут неплохо было бы получить новое что-то. Так, давайте улучшим в первую очередь у разбойника вот эту способность. Также пойдем к вот этой дамочке. Итак, меткость крит. Вкачиваем. Тут все. Тут ничего не нужно. Давайте, вот, минус шанс застать группу врасплох. Рукопашные навыки. Ну, и здесь все. Ну, а там мы уже посмотрим по ситуации, что нам пригодится, что не пригодится. Ну, и по тренке там вроде уже, да, все показал. И мы можем отправляться. Решил я все-таки пойти на 12-футовую пушку вместо подводной команды, только из-за того, что здесь есть вот такая вот реликвия. Урон против кровососов. Так как скоро придется идти во внутренний двор, то я решил все-таки получить этот артефакт. Ну что, поехали. Так, сейчас у нас чаще. Это... Да, берем всю еду. Лопат берем 2 стака. Это то, что это чаще, как бы, здесь очень много диковинок. Хотя, смотрите, мы, в принципе, у нас единственная цель это босс, так что после босса вряд ли мы будем ходить по подземелью. Так что 4 лопаты нам хватит. 4 антидота. 4 бинта. Целебные травы. Ладно, возьмем стак. Ключка 2. Святой воды. Давайте. По максимуму святой воды. И факелов. Факелов вообще... Лучше вот столько взять. Ну и вроде бы все. Опиум. Опи. 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 Нужен не опи. Наверное, нет, скорее всего. Ладно, поехали. Субтитры. Субтитры. Итак, поехали. Да, ребятки, хотел... Хотел еще сказать, что я немножко припалел, поэтому изменения в моем голосе вы можете сейчас слышать, наблюдать. Скажем так, за это я, конечно же, извиняюсь. Я надеюсь, в скором времени мне полегчает, и я смогу записывать почаще эпизоды и получше. Я и так уже очень долго не записывал, как раз из-за того, что болел. Но, тем не менее, стримы как бы провожу. Так что дело такое. Так, ну что, поехали. Хорошо, с критов начинаем. Прекрасно. Плюс уклонение себе бафаем. Так, это и... А, я еще, в принципе, могу добить уклонение. Ну, так и знал, на самом-то деле, что будет какое-то уклонение. Но, ладно, пойдет. Пойдет. Так, специально поставил исталку на вторую позицию, потому что разбойник сразу будет выдвигаться на эту вторую позицию. Исталка будет отходить на третью. Ну, в общем, как-то так. Так, ну, давайте забирать все диковинки, которые будем находить. 25 монет? Что? Что? 25 монет? Это очень мало. Кстати, хорошо, что здесь потайная дверь. Сможем найти немножко денег. Достаточно. Хотя, на самом-то деле, в поместье мне денег с головой хватает. Особо-то и не нужно мне их фармить. Они уже фармятся автоматически через банк. Так что, дело такое. Ладно, сейчас у нас следующий бой. Желательно зажечь факел. Блин, я же зажег факел. Что? Блин. Так, ну и давайте первым делом попробуем культистку убить. Отлично. И сейчас потихонечку будем пытаться вот этих вот обезвредить. Ребят, главное, чтобы они не призвали новых. Это сейчас главная задача. Так, вроде хорошо. Отлично. Все отлично. Что? Страница из дневника. Я уже думал, что это нормальное выпадет, но нет. Ладно, ничего страшного. Пойдемте дальше. Так. Здесь у нас комнатка. Ключик. О, неплохо, неплохо. Сделаем вот так вот. Гербы. На самом-то деле гербы я бы забрал. Сделаем вот так. Шесть бутылочек святой воды мы оставим. Так, и пойдем дальше. На самом-то деле путь не близкий, потому что явно босс где-то вот тут. Ну ладно, ничего страшного. Доберемся. Так, поехали. Так, это открывается при помощи яда у антидота. Ну такое себе деньги. Единственное, что нужно забрать. Все, в принципе, можно управляться дальше. Так, бой. Почему-то я все-таки умудряюсь не зажигать факела. Да, все-таки на четвертой позиции могильная воровка тоже очень хороша, так или иначе. Не хуже, чем в милишной позиции, скажем так. В милишной атаке. Так, сейчас подхиливаемся немножечко. Я так, хорошо. Так, я бы забрал, кстати, купчие. На что мы их можем поменять? Купчие мне по-любому нужны, потому что... Как бы мне еще по месте отстраивать. Ну, именно... Сами улучшения я все поставил, но вот именно дополнительные здания, которые дают бафы хорошие, я пока еще не трогал. Блин. Я забыл поставить назад в позиции всех моих ребят. Это плохо. Ладно, ничего страшного. Да, всего лишь пауки. Ну, хотя даже пауков таких. Стоит бояться. Ммм, интересно. Так, а что? Бюсты может забрать вместо гербов? Нет, 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 нет. Мы пойдем пока что дальше. Опять же, если у меня все будет хорошо по хп, по всем показателям и рассудка и здоровье, то, скорее всего, я буду возвращаться и собирать всякие диковинки. А пока что, пока что обойдемся без этого. Так, портреты. Вот на гербы очень хочется поменять портреты, если честно. Потому что гербы по-малу собираются и вообще. А гербы за один стак может 12 штук унести. Блин, не хочется открывать, потому что я знаю, что половину ресурсов, которые я сейчас получу, я выкину. Но придется. Ну, а то о чем я и говорил, просто выкину сейчас их. Ладно, поехали. Поехали дальше. Да, много я, наверное, с собой еды взял. Ну, ладно. Так, идем. И здесь у нас еда сейчас будет. Значит, это мы не деархивируем. Просто идем дальше. Велопаду уже потратил. Еще два препятствия, и, в принципе, у меня слот освободится. Поехали. Так, оба. Великан, привет. Так, и чем мы тебя будем душить? Давайте вот так сделаем. Сразу и невидимого атакуем. Так. Давай, стамп попробуем. Сработает? Сработал. Ого. Неплохо. Неплохо. Так, а что за дебаф? Минус уклонение, минус меткость. Нет, это, конечно же, мы сразу же снимаем. Хотя можно было использовать вот этот второй скилл. Прицельный выстрел на... Этой дамочке. Дабы... Снять с нее невидимость. Хотя мы сейчас это можем сделать. По сути, она сейчас уже должна была... Снимать с себя невидимость следующей атакой. Ну да ладно. Блин, это повышение стресса еще. Да что ж такое, что ты не умираешь? Почему у тебя... Вроде и не так много хп, а все равно как-то умудряешься выживать. Ядовитые споры. Упло, мне нехорошо. Хорошо, что хоть не удар ветка этого. Это было бы мега неприятно. Так, минус бабка, хорошо. Так, ну и... Ооо, крит 43. Неплохо, неплохо. Так, забираем. Ничего из этого больше мы взять, к сожалению, не можем. Так что идем дальше. Если я не... А что она делает? А, какую-то... Какую-то черту хорошую дает, да? Здесь заполнено. Здесь заполнено. Здесь тоже заполнено. Вот у нее... Там нет черты. Устойчивость. Включи навыки в лагере. Спасибо, это мне не надо. Ладно, поехали. Кстати, у меня, на удивление, очень мало у этих персонажей плохих перков. Только хорошее. Что приятно. Блин, даже я попытался кинуть одиночным кинжалом, чтобы наверняка убить. И даже так не не убил собаку. Это плохо. Очень плохо. Так, давайте попробуем. Не понял. Уклонение. Решил я, значит, как-то стану использовать. Ну, плюс 15 меткости. Пойдет, пойдет. Уй! Удар веткой. Вот этот не нравится мне этот скилл. Ой, как не нравится. Теперь придется хилять весталкой всех. Да как-то? Какое уклонение? Ну, что ж такое? Что происходит? Так, ладно, давайте просто так дамажить. Квитов нет, к сожалению. И одна единица. А, нет. Трех единиц уродно не хватило. Для убийства с овакием. Я думал одной единицы. Да чтоб тебя! Иди ты в баню! Какая смертельная слабость! Просто 43 крит. Ууу, блин. Как же это меня немножко напрягает такой исход. Просто 43. Ну, камон. Че, издеваешься? надо мной. Тушить тебя надо. Тушить. Ладно, ну, думаю, даже с этим мы справимся. Правда, минус меткость, минус урон и минус скорость. Ну, что это такое? А, просто сгинем. Просто сгинем. У меня вроде где-то был... А, вот я могу... А, нет, это болезнь нейтрализовать. Блин, я думал на смертельную слабость. А ты можешь смертельную слабость? Здесь смертельная слабость, излечение 50. Снижение стресса. Эх, блин. А ну, че у нас здесь есть? Карта разведки на местности. Окей. Давайте еще до следующей комнаты дойдем. И там уже, наверное, используем этот хворост. Купчая, блин. Надо бы и забрать. Вроде как. Вроде и места нет. Ладно, давайте переночуем. Дальнобойные навыки. Группа расплох. Рукопашное уклонение скорость. Вот, пойдет. Тебе я дам меткость крит. Блин. Больше ничего. Слебная трава. Ладно, пойдет. Отдых. Все, никто на нас не напал. Хорошо. Идем дальше. Так, зато освободилось два слота. Смотрите, как хорошо. Кстати, тебе побольше пожрать. Полностью пополнить сытость. Ну, здоровье. Ммм, слизни. Они медленные, но они регенятся по очереди, что мега неприятно. Так, если я не успею от этого здорового убить, стыки Нес, блин. Сейчас восстановит одного. Ладно, давайте дамажит здорового сначала, а потом будем мелкого бить. Ну, хотя, может быть, то же самое, он тоже сможет восстановить здорового. Так, давайте бафнемся немножечко. Блин. Добил плохо. Блин, я же нажал на первый скилл. Что за дела? Просто, просто первый скилл не нажался. Нажал левая кнопка мыши, и все, и ничего не выбралось. Так, давайте попробуем застанеть. Да, оглушение, фух, сработало. Так, ну и теперь можно попробовать поддушить немножко. просто нажимаю на скиллы, а они не прожимаются. Вот, сейчас прожался почему-то. Тогда нет, слишком слабо нажал, что ли, не знаю. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Знаток чаще, ворона стрессов чаще, расхитить или руин у меня заменено. Ладно, пойдет. Так, сейчас надеюсь, в коридоре никого нет. Да, в коридоре никого нет. И мы сейчас меняем скиллы. Во-первых, ставим вот этот. Да, вот. Здесь все правильно. Здесь тоже, но не знаю, может быть, картечный залп использовать. Нет, 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 нет. Здесь все правильно. Так, и я бы, конечно, святую воду уже использовал, но, наверное, это мы будем делать там. Ладно, поехали. Начинаем бой с 12-ти фунтовой пушкой. Так, ну что? Поехали. Потихонечку, помаленечку, как говорится. Так, ты пойдешь первым, потому что он и зажигает как раз фитиль. Поэтому от него избавиться нужно в первую очередь. Так, давайте попробуем застанить. Хорошо, стан прошел. Во-первых, крит. Скорее всего, стан. Так, иди назад. подкрепление. На самую последнюю стал негодяй. Так, ну я стреляю в него, потому что мне может от могильной воровки не хватить урона. Но урона хватило. Хорошо. Так, а что там за дебаф? Минус уклонение, да? Ну ладно, ничего страшного. Так, давай мы тебя добьем, попробуем. Ты нам не нужен, как бы, мешаешься. Так, сейчас на себя кидаем баф. Такой хороший, сильный. А потом, со следующих ходов уже начнем душить пушку нашим прокаженным. Нет, я лучше тебя убью. Других я трогать пока не буду. Так. Хорошо, сколько у него? 103 хп, да? Ладно. Ну ничего, думаю, справимся. Так, можем сейчас двойной. Ну давайте я лучше по пушке попробую. Мало, мало урона. Очень мало относительно того, что я два всех крутых бафа накинул. Но, к сожалению, ничего не сработало. Ладно. Так. Видись. У-у-у. У-у-у. Неплохо. Это было неплохо. Так, на нее яд не действует, да? Значит, просто так дамажим. Так, станем вот эту штуку. Пробуем, пробуем станеть. Да. Не застаняли все. Эх. Так, вот еще сделаем и по пушке, и по сопернику. Дамажили. Пойдет. Блин, не могу достать до этого. Давайте на третью позицию возвращаемся. Да, фух. Того, кто на фитиле стоит, мы убили. 27 крит. Но все равно это очень мало для прокаженного. 27 критануть, это, не знаю, это обычная атака у могильной воровки с выпада. Так, давайте выделяемся. Так, подкрепление. Окей. Вот так вот. Ух ты, крит по пушке. Неплохо, неплохо. Еще и крит по этому парню. Так, отхил. Еще 27 крит. Что-то ты меня подводишь сегодня, прокаженный. Очень все плохо по урону. Может, это из-за того, что тринки ты на урон не взял, типа, только на меткость. Кстати, возможно, я что-то не подумал. Я обычно просто ему беру плюс крону, он там просто люто раздает. Но сейчас вроде немножко по-другому себя ведет. Ух ты, 13 крит неплохо. Два хп осталось. Все, минус пушка, отлично. Пуф. Так, и самое главное, что здесь не нужно. Это, конечно же, чертеж. Вот, его мы забираем. Так, поменяем на вот это. Сюда. На яд. Ну, на антидот. И на факела можно поменять. Все, в принципе, здесь мы закончили. Давайте отправимся в город. Больше по подземелью еще, если честно. Там такой один длинный проход, поэтому по нему идти бессмысленно, нет развилок. Так, чертеж забрали. У меня две болезни появились у моих героев. Вы что? Ребят, я понял. Готичное восстановление 25. Ну, ладно. Это еще более-менее созерцательность. Отличный замах. Вскресните стресса при медитации в лагере. Отличный замах. Это что? Просто уже не помню. Ладно. Давайте сейчас. Мне кто-то заболел багряным проклятием. Да, Розая заболела багряным проклятием, блин. Или болела уже. Ладно, в общем, не суть. Так, давайте отправимся сейчас в поместье. Предместье, извиняюсь. Что нам нужно улучшить? Уровень стресса незанятых героев в городе дополнительно снижается на 10 неделю или алтарь света. Крестоносец и сталк самобичеватель с сопротивлением оглушению. Вот, 10% лечащие навыки это очень-очень много. И было бы на самом-то деле неплохо этапнуть. Так, арболечица, дрессировщик, воитель, щитолом, мушкетер. Меткость макс ОЗ. Давайте я, наверное, алтарь света качаю. Он мне поднужнее. Сейчас как бы и на этом все. Дальше мы скорее всего добьем все-таки уже в следующем эпизоде второго уровня босса. Последнего это у нас подводная команда и потом уже будем ходить по вот этим вот серьезным соперникам. довольно-таки серьезным. Вот. А на этом все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, дорогие друзья. Спасибо еще раз, что посмотрели. Также, если понравился эпизод, вы можете поставить лайк. Если не понравился, конечно же, дизлайк. Также пишите вопросы, советы в комментариях. Конечно же, все прочту. И если вы еще не подписаны на канал и вам нравится контент, вы можете это сделать, нажав также при этом на колокольчик, чтобы узнавать о выходе новых видео и о начале трансляций. Также есть группа Steam, в которой всегда есть анонсы стримов. Так что не забывайте про это все. Ребята, все ссылки есть в описании. На этом все. Всем до скорого и пока. Субтитры сделал DimaTorzok